Сегодняшний выпуск особенно важно не пропустить предпринимателям. Напоминаем, что страховые взносы им необходимо погасить не позднее 31 декабря текущего года, а начисления с дохода выше 300 тысяч рублей оплачиваются не позднее 1 июля 2020. В случае прекращения физлицом деятельности ИП платить страховые взносы нужно не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе. Узнать информацию о задолженности можно в личном кабинете индивидуального предпринимателя, а для оплаты достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Взносы также можно заплатить с помощью группы сервисов «Уплата налогов и пошлин», разделы «Индивидуальные предприниматели», «Физические лица». Напомним, наличие непогашенного долга является основанием для обращения за его взысканием в службу судебных приставов, которые могут принять ограничительные меры, в том числе приостановить операции на счета должника в банке, арестовать его имущество, ограничить выезд должника за пределы страны. Обращаем особое внимание, что в соответствии с российским законодательством гражданин обязан оплачивать страховые взносы с момента внесения в ЕГРИП записи о государственной регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя и до момента государственной регистрации при прекращении физлицом предпринимательской деятельности. В случае отсутствия ведения финансово-хозяйственной деятельности в целях снятия налоговой нагрузки рекомендуем прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, установленном законодательством о государственной регистрации. При оформлении документов, необходимых для государственной регистрации и прекращения деятельности, можно воспользоваться информацией, размещенной на сайте Федеральной налоговой службы в разделе «Индивидуальные предприниматели». Подраздел «Меня интересует» подраздел «Прекращение деятельности ИП». Налоговики призывают предпринимателей помнить о своих обязанностях и выполнять их в срок, а еще отмечают положительную тенденцию. Задолженность амурских налогоплательщиков по страховым взносам на 1 сентября 2019 года сократилась почти на 220 миллионов рублей.